Друзья, всем здравствуйте! Я вас приветствую на канале Фамилия Хобби. Меня зовут Сергей. А поговорим мы сегодня о гортензии. О гортензии крупноличной. Растение, которое сейчас набирает неимоверную популярность. Однако вопросов у людей по ее выращиванию, по уходу остается масса неотвеченных вопросов. Многие приобретают люди, но не справляются. Почему она не растет, никто не понимает. Продается сейчас ее сортов неимоверное количество. И, конечно, каждому бы хотелось вырастить вот такое великолепие. Опыт нашей семьи, я считаю, вполне удачный. И поэтому мы решили поделиться. Поделиться и рассказать, что мы делаем, как ухаживаем и как вырастить. Вот такие великолепные растения. Итак, прежде всего, для того, чтобы гортензия вот так пышно цвела, было такое количество и обилие цветов, нужно, чтобы на гортензии, на растении сохранилось после зимовки максимальное количество почек. То есть, верхних почек на побеге должна обязательно сохраниться верхняя почка, верхушечная. Вот здесь, на каждом из этих кустов, посмотрите, какие шапки, вот такие большие, еще не распустились вот эти вот внутренние цветочки. Вот они скоро должны распуститься. Сохранилась на каждом побеге, сохранилась верхняя почка, из которой появится цветок. А как это можно сделать? Эта гортензия у нас вся в горшках. И, как я считаю, это один из залогов успешного такого пышного цветения. Гортензию крупнолистную я выращивал некоторое время, пробовал выращивать в открытом грунте. Ну, честно вам скажу, забот много, хлопот много, но никогда, никогда такого цветения, вот таких шапок, такой силы растение не наберет после зимовки. Очень плохо зимует крупнолистная гортензия, очень тяжело выходит из зимы, и поэтому растение переболевает, почки отпревают даже больше, чем отмерзают. И, конечно же, такого цветения не будет. Когда вы садите в горшок растения на зимовку, вы будете заносить куда-нибудь, в какое-нибудь помещение прохладное, например, в подвал, например, как мы заносим сейчас в теплицу, но так же у нас зимует и в подвале. То есть у нас теплица, там пускается температура до плюс даже одного градуса, то есть морозов таких не бывает. Она уходит в состояние покоя и прекрасно зимует. На таком растении она находится в нормальных сухих, даже если будет небольшой минус. Это не так страшно, но главное, что она находится в хороших условиях, в сухих условиях, не будет подпревания, выпревания, вот этого вымокания, когда она лежит просто под укрытием там, и сверху и снег, и дождь, и многие еще укрывают преющими материалами. Этого всего нет, и поэтому каждая почечка, каждая почка верхняя, она идеально сохранится. Вот у вас будет прекрасное сведение, поэтому выращивайте в горшках крупнолистную гортензию. Позже я скажу, конечно, идеально, как идеально, на мой взгляд, уже спустя годы, укрыть ее на улице. Кто хочет, может попробовать, конечно, но однозначно обеспечить в укрытии условия вот такие идеальные, для того, чтобы вот так идеально гортензия перезимовала, это практически невозможно, потому что так как мы не можем заказать себе зиму, какая она будет снежная, или наоборот, она будет слякать, будет много осадков, этого мы не можем. Поэтому, соответственно, никаких нет гарантий. В горшках все у вас будет идеально, вы можете обеспечить ей хорошую зимовку. Даже если у вас нет погреба, даже если у вас нет теплицы, какое-нибудь помещение, какие-нибудь, может быть, есть веранды, коридоры, которые плохо освещаются, которые плохо отапливаются, и это будет идеально. То есть, вы горшок держите до того состояния, когда наступят небольшие морозы, заморозки, гортензия сбросит лист, то есть лист пожелтеет и сбросит. То есть, чтобы наступила естественная стадия покоя, гортензия самостоятельно, не вносить вместе с листьями, а растение самостоятельно ушло в зимовку. И после этого можно занести. Какие еще преимущества в выращивании в горшке? В горшке вы обеспечите нужный субстрат, то есть, то, что вам нужно, о субстрате я расскажу. То, что вы захотите, то, что вам нужно, то вы туда и положите. Потом у вас будет такая точечная, непосредственно для гортензии, для самого этого растения, подкормка. То есть, в горшке вы все у вас подконтрольно. Через некоторое время, через пару лет поменяли субстрат, и все прекрасно. Горшки вы можете расставить. Вы можете расставить, вот, пожалуйста, куда вам захочется поставить ее. Можно даже, можно даже прикапывать. То есть, это, в общем-то, тоже ничего сложного. Можно прикопать, и будет у вас, можно на террасе поставить. Можно возле, где-то возле крыльца поставить. Можно также перемещать. Потому что, как растение, которое растет вот стационарно, например, в каком-то месте, ну, как бы там ни было, гордензия, понимаете, она такая, все-таки реагирует и на солнце, и на дождь. То есть, это растение больше такое, ну, не скажем, чтобы совсем тенелюбивое. Солнце и нужно, и обязательно нужно для, прежде всего, для окраски соцветий. Так как, если солнышка не будет, соцветия полноценно не окрасятся. Однако, при сильном солнце, оно, как бы так, вянет, и тоже подгорают соцветия. Поэтому, вы можете это все у вас, когда растение растет в грунте, оно, конечно, подвержено всему. И солнцу, и дождю, дождь пошел, например, град пошел, взял все и побил. Взяло солнце и все спалило. А в горшке у вас все подконтрольно. Вы можете куда-то занести. Вот, например, у нас был большой град. Вот, и что, взяли мы эти горшки и занесли их на террасу. Ну, то еще будем любоваться длительное время. Теперь, друзья, что касается земли. Я, может быть, даже кого-то обрадую. Наверняка, когда скажу. И это мой личный опыт. Лично в моем данном случае. Что растение, гортензия, оно не требовательно совсем кислой почве. Как об этом говорится везде. Никакого специального кислого субстрата каждый год или какого-то подкисления я не делаю. В горшках этой гортензии заложен, как бы правильно это выразиться, плодородный лиственный перегной. То есть, здесь совершенно нет никакого навоза. Совершенно. Это я говорю вполне честно. В горшках этой гортензии сапропель. То есть, это верхний слой почвы из водоема. Сейчас его и в интернете предлагают, во многих городах предлагают. Я думаю, что, конечно, состав очень отличается у всех. Но, вот, в нашем случае, это такой, знаете, это, во-первых, очень легкая земля. То есть, снимается, ну, конечно, человек, который возит, и поставщик, который возит. Он должен быть, конечно, человеком таким, знаете, нормальным, ответственным, которому можно доверять. Чтобы он, например, не привез, не наковырял какого-нибудь торфа. Или, ну, чего-нибудь нехорошего. Потому что, ну, что такое донные отложения в прудах? Они тоже могут быть очень-очень разные. Например, в этот человек, он у нас вполне добросовестный привозит. Это просто, знаете, великолепная, великолепная земля плодородная. То есть, все верховые, вот эти вот, иллистые, такое отложение. С чего оно состоит? Из растений, которые отмирают, которые падают в водоем, они перегнивают. Земля это очень такая легкая, и она как-то, знаете, как пирог. Даже иногда попадается слоями, и попадаются такие даже вот прям, ну, листочки такие. То есть, это не проверяли на кислотность, то есть, нормальная кислотность. И я вам скажу, что у меня все растения, все, у нас их очень много. То есть, у нас много цитрусовых растений. Вот, есть авокадо, есть гуаявы разные, и кофе, и чай, и лавровый лист. В общем, мы увлекаемся субтропическими также растениями. И все они великолепно себя чувствуют в этой земле. Я вам скажу, что когда мы попробовали вообще эту землю, то, конечно, у нас просто какая-то наступила новая фаза в садоводстве, цветоводстве. Неимоверное преимущество этого сапропелия, этой земли, то, что эта земля легкая, очень легкая. И вот эти горшки, а горшки здесь 20-литровые. Вот я вам покажу сейчас. Вот такой у нас новичок, маленькая гортензия. Вот такие горшки, 20-литровые горшки. Они, если вы, конечно же, положите сюда, посадите растения в такой горшок и в чернозем, это будет камень. Это будет неподъемный камень, потому что, ну, раньше было так, да. Другой земли не было, и мы садили в эту тяжелую землю. И, однако, все равно она лучше росла и зимовала, нежели чем в открытом грунте. Так вот, с этим сапропелем, с этой землей, очень горшки легкие. Вы никогда не надорветесь. Они легко переносятся с места на место. Вот единственное исключение, вот этот куст, который, вот этот куст, который давно не пересаживался, это розовая гортензия, и она посажена полностью в опад из-под сосен. Здесь очень большой горшок, посмотрите. Если бы он был, если бы он был наполнил чернозем, его вообще было бы невозможно было бы поднять. Вот здесь вот такие 20-литровые горшки. И этот горшок полностью наполнил и очень давно опадом из-под сосен. То есть иголочки какие-то там, части коры. Тогда еще у нас не было этого сапропелля, не было этого грунта. Это растение, вот этот куст растет в этом. Ну, видите, тоже неплохо растет. Тоже наполняли, почему листов этим опадом из-под сосны и елки? Ну, потому как считается этот состав кислым. Тогда мы тоже еще читали и следовали рекомендациям о том, что гортензия любит кислую почву. Поэтому взяли, набрали. Земелька такая легкая, тоже нам это понравилось, наполнили. Но, видите, до сих пор уже, ну, я не знаю, наверное, года 4 это растение сидит вот без перемены грунта. Конечно, уже нужно обязательно поменять землю для этого куста. Вот, поэтому, ну, этот куст, он уже довольно-таки так состарился, он требует уже обновления, поэтому мы его будем вот после цветения срезать весь на черенки, то есть для посадочного материала. Делить, скорее всего, не будем, то есть он будет существовать у нас как маточный куст. Вот эти растения посажены в сапропель. Еще есть растения, вот посмотрите, сравните размеры шапки цветов. Вот, вот посмотрите, особенно вот во внутренней части, смотрите, какой цветонос. Вот он, вот такой цветок, вот моя рука, вот такого размера цветок. Это растение посажено в этот листовой перегной в сапропель. Вот это растение посажено в обычный чернозем. Здесь этот горшок самый тяжелый у нас. Растение давно не пересаживалось. Вы видите, шапки поскромнее, цветение тоже поскромнее. Это растение еще и подкисляли мы. То есть, вот из этой розовой гортензии пытались сделать гортензию синюю или темно-решневую. Она потемнела. Она потемнела. Вот, посмотрите, какой она приобрела оттенок, но не стала такой, ну, полноценно не окрасилась. Окрасилась другая. Но это другая история, другое видео. Поэтому вот так о грунте, о земле. Такая у нас земля. Я говорю, у кого нет возможности, даже если вы обычный чернозем смешаете с каким-то покупным, может быть, кокусовым грунтом для облегчения, все равно растение, я же говорю, лучше себя будет чувствовать в горшке. Что касается удобрений. Да, и еще очень такой важный момент. Это не рекомендация, что так должно быть. Это просто часть истории нашей. Вот, конкретно с этими растениями. Здесь совершенно нет никакого навоза. Вот у меня, понимаете, у меня его нет. И все. Я его не добавляю. То есть посадил в этот сапропель поливающий удобрением. И все. То есть, вот эти, понимаете, шапки цветов, вот это прекрасное цветение, все это существует без всякого навоза. Ничего здесь нет. Никакого. Ни куриного, ни коровьего, ни конского. Ничего здесь нет. То есть, растет просто в листовой такой органике, без всякого навоза. И есть еще удобрения. Удобрения. Раньше я удобрял очень просто. Весной. Азотное удобрение для того, чтобы быстрее стартануло. То есть, какой-нибудь, например, мочевина. Селитра я боюсь пользоваться. Не раз обжигался. Мочевина. Такая щепотка, знаете, хорошая. На литр воды поливал для того, чтобы она хорошо пошла в рост. Вот. А потом немножко нитрамофуски. Фосфорное удобрение для зимовки. Ну, знаете, так редко. Когда было, добавлял. Когда нет и нет. Если уж, например, у кого есть калийное удобрение, в середине лета добавить. Может, кто-то располагает. У нас оно не продается. Поэтому я его практически никогда не добавлял. Ну, в общем-то, наверное, это будет хорошо. То есть, для цветения, для пышного цветения, вот, калийное удобрение, оно всем полезно. Для всех цветущих растений. А сейчас, и прекрасно тоже, знаете, росло. Ну, сейчас вот мы нашли такое голландское удобрение. Называется Petters Professional. Вот, если я правильно произношу. Это что-то такое из серии вот Osmocot. По крайней мере, ну, не такое же, как Osmocot. А похожие упаковки. То есть, видимо, одна и та же фирма производит. Привозят нам ее из Польши, это удобрение. И мы его уже расфасованным покупаем. Я думаю, что благодаря этому удобрению тоже очень хороший эффект в этом году. Так как этим удобрением поливается тоже все, абсолютно все. Все цитрусовые, все остальные стутропические растения, в том числе и гортензия. Вот и фейхоа. Вот там на заднем плане тоже прекрасно цвела, зацвела. Оливковые, у нас три оливковых дерева. Тоже они, вот, два новопосаженные еще только так, ну, неплохо растут. Одно вот отцвело, немножко даже плоды начинает завязывать. Ну, то есть, я считаю, что удобряется все. Ну, вот это вот оливковое, конечно, и цитрусовое, теперь я уже не удобряю, потому что не хочется никакой химии. То есть, пока еще там цвело, пока завязывало, а сейчас уже нет. А вот гортензия при каждом поливе. При каждом поливе. То есть, такая, я потом вам покажу, такая есть, я отмерил, по весу отмерил, на маленьких весах, такая маленькая рюмочка, пол рюмочки на 10 литров воды. Очень удобная. И надолго хватает этого удобрения при каждом поливе. То есть, это такая маленькая доза, но при каждом поливе. Я думаю, что однозначно есть от этого тоже хороший эффект. Но все-таки, очень важен грунт, потому как вы видите, вот, это явно видно. Ну, вот это растение, вот посажено в чернозем, и такой чернозем довольно-таки тяжелый. А вот это, и он такой, знаете, тяжелый, недышащий какой-то, понимаете. Вот это растение, я же говорю, вот, вот, оно посажено в этот цепропель, оно очень, земля очень воздушная, очень легкая. И растение, ну, просто классно, благодарно отзывается. Просто вот посмотрите, какие шапки, все. Поэтому ищите. Сейчас в интернете предлагается. Он тоже набирает популярность. Есть прям производители. То есть, не как у нас, например. У нас вот человек такой бизнес придумал себе и возит прицепчиком, копает потихоньку там. И очень все это хорошо востребовано. Мы привезли просто еще несколько прицепов, сложили это все, упаковали для того, чтобы, так как мы еще немножко продаем растения, для того, чтобы и пикировать, и садить маленькие растения, и большие. И все это очень-очень удобно. Я очень хвалю и всем рекомендую. Теперь, что касается формировки и обрезки. Смотрите, ведь существует гортензия, которая цветет на побегах прошлого года. Это вот в моем случае моя вот эта гортензия. Есть гортензия, которая существует, которая, вернее, цветет на побегах этого года. И просто в течение всего лета. Это растение... Сейчас я раздвину кусты, покажу. Цветет на побегах прошлого года. То есть, здесь есть зеленые такие побеги, пошли, которые будут цвести в следующем году. Вот эти зеленые побеги, видите, смотрите, зеленый побег, он пошел от корня. Его надо сохранить, обязательно сохранить верхнюю почку. Он будет цвести в следующем году. Вот этот побег, это побег прошлого года. Его макушечная почка зацвела в этом году. Вот эти все после отцветения. Вот эти побеги я обрежу на три почки где-то вот так. Обрежу пониже. Оставлю вот эти. Это омолаживание надо делать обязательно. Раньше я жалел, оставлял эти побеги. И что происходит? Вот эти побеги, они одеревневают, понимаете? Они сейчас уже одеревенели. И они превращаются в такие, знаете, кочерешки. То есть, такие старые ветки. Что происходит? То есть, вот на этом побеге, на макушке, цветок сейчас цветет. Если вы этот цветочек аккуратно обрежете, не повреждая, как бы не заходя на побег, не повреждая почку, этот побег зацветет. Интересный будет эффект. Этот побег, он зацветет и на следующий год. Но как зацветет, такое я наблюдал. Вот из этих боковых почек, вот эта почка, и пошли вверх. Вот, например, посмотрите. Здесь даже вырос зеленый побег. Выйдут побеги, и цветение будет как бы влево, вправо. Выйдут зеленые побеги, и цветение будет на боковых побегах. Ну, цветы эти, я не в восторге от этого. Цветы эти мелкие, такие очень маленькие. Какой-то, я не знаю, ну вот по сравнению, это же, разве можно вот с этим вот сравнить? Там даже они на гортензию не похожи. Попеха-то такой становится старенький, дряхленький. И лучше вырезать и оставить вот то, что у вас наросло в этом году, оставить, а эти вот такие повырезать. Они, мы, например, их пускаем на посадочный материал. Вы можете сделать то же самое. То есть побег можно разрезать на несколько побегов, небольших, и на несколько черенков. И, например, произвести укоренение. Ну, омолаживать куст обязательно надо, вот таким образом. То есть не оставлять, не давать кусту вот состариваться. Ну, наверное, где-то в открытом грунте, может, там, в странах, в южных краях, регионах, где растения, где гортензия, вернее, зимует, то, что и происходит, конечно. Ну, там, конечно, можете, можно себе представить, какие кусты растут в открытом грунте, где она не выпривает, не обмораживается. Там тоже замещение однозначно происходит. То есть она вот сейчас тоже выгоняет эти зеленые побеги очень... Ну, вот посмотрите, вот, например, вот этот зеленый побег, видите, ну, вот это вот сезонный, то есть в этом году вот он вышел из той верхней почки, сохранившийся вот такой толщины. Это же толще карандаша. Вот такой вышел побег, вот такой получился цветок. Ну, просто замечательно. То есть растение с хорошей силой роста. Вот такая формировка. Что касается вот этой розовой гортензии, эта гортензия другая. И у меня она долго росла в открытом грунте. Наблюдался такой эффект. Я ее укрывал, пытаясь сохранить тоже верхние почки. Ну, в открытом грунте это, я скажу так, практически мне никогда не удавалось. То есть верхняя почка всегда страдала. Приходилось вниз, я окучивал землей, приходилось ее обрезать вверх. Но то, что было под окучиванием, всегда хорошо, довольно-таки всегда хорошо сохранялось. И из этих почек, из нижних, выходили зеленые побеги. И растение отсело на этих побегах. То есть получается, что вот это растение способно цвести на нижних боковых побегах. Вот это, например, красная гортензия, она не будет вам, не будет цвести. Хотя в некоторых годах бывало. Ну, знаете, это очень редко. Но в основном она вот цветет на макушечных побегах. На боковых редках. Ну, знаете, на боковых побегах всегда будут цветы мельче. Всегда. Поэтому наша задача, и вот успех вот такого цветения, сохранить верхний побег, сохранить макушку. Вот. Тогда будет все... Все классно будет, все хорошо. Теперь по сортам. Это очень-очень важный тоже момент при выращивании гортензии. Потому как сейчас очень много привезли разных сортов. У меня было об этом даже отдельное видео. Сейчас очень много завезено все. Мы тоже приобрели 6 новых сортов. Даже 7. 7 новых сортов. Хотим попробовать. Вот эти гортензии, это очень... Я не знаю, какие это сорта. Я вам сразу скажу. Это очень давняя история нашей семьи. То есть, когда-то, я уже подсчитывал, лет 35 назад, эта гортензия была привезена из Прибалтики. Я ее так сейчас и называю. Гортензия рижская. Эта гортензия нас никогда не подводила. Вот всегда, чуть-чуть, может быть, в какой-то год мельче. Вот так она цвела. Но в основном было всегда прекрасное вот такое цветение. В открытом грунте она у нас никогда не была. Я вам скажу, что не каждый год. Я вот был в кадре, вы видели, какой высоты эти кусты. Не каждый год это растение, особенно если, например, кустики молодые, до такой высоты она вырастала. Не всегда. это больше, наверное, как сказать, не исключение, но, так сказать, удача. Удача, благодаря грунту, вот, да, там, как мы поменяли, обрели этот грунт. Может, благодаря новому удобрению. Но в основном эта гортензия была такой, эта гортензия средней высоты. Поэтому всегда мы ее выращивали в горшках. Я еще раз повторюсь, то есть, эта история где-то 35, уже, может быть, чуть даже больше лет. Там она и в горшках росла, и в открытом грунте. Но как они ее укрывали? Знаете, это было же ведь очень давно. Я не в том возрасте был, мне это, тогда я еще это ничего не мог не расспросить. И сейчас уже не у кого спросить. Хотя, знаете, вот, конечно, есть такое желание. У нас вот, мы назвали эту серию видео ботанический тур. Вот мы были в Турции и снимали все, снимали улицы, там снимали растения, озеленение, все эти, ну просто эти, все эти ботанические фейерверки. Вот, есть такое желание съездить туда, в те же места, и в Прибалтику. Посмотреть, а вдруг, там и сейчас. Я думаю, что выращивают люди тоже успешно. Ну, как она могла попасть в Прибалтику? наверняка, это какое-то европейское растение, какой-то сорт. Сорт, очевидно, что это сорт давний. И этот сорт, он обладает, вы видите, прекрасной силой роста. Всегда выходит хорошая. Во-первых, она хорошо делится, она хорошо цветет, то есть, хороший цветонос, крупный цветок, внутренний крупный цветок. Она хорошо, хорошая обладает силой роста, то есть, вырастает, всегда она выгоняет вот такие, как минимум, в карандаш толщиной цветоносы. То есть, понимаете, нормальные качества, ведь это тоже какой-то селекционный вариант, ну, какая-то давняя селекция. Но у растения присутствуют все, как это, хорошие данные у растения, присутствуют нормальные качества, что во многом отсутствует у теперешних современных сортов. Я покупал, у меня было несколько сортов, потом я их, люди пожелали взять и купить, иметь их, поэтому я предлагал, как бы, показывал, что вот это как бы я для себя исключаю, если хотите, я могу это продать. Знаете, каждый прав выбирать, что им, поэтому люди во многом даже рады любым сортам. Растения, у меня все растения, они неплохие, все хорошие, но, знаете, если ты привык к хорошему такому максимуму, вот такому результату, уже чуть-чуть что-то меньше, меньшая сила роста, меньшее цветение, я это исключаю, я не хочу даже возиться. Вот, например, вот этот мы купили сорт, ну, красивенький такой, да, цветок, вот он был заявлен, я вам покажу сейчас название, чтобы его не произносить и не коверкать, это вот такой один из сортов саксон, она была заявлена, как ортензия, изменяющая цвет, которая синеет, вот посмотрите, она, да, я ее поливал сульфатом алюминия, видите, она точечно вот так вот немножко что-то там посинела, ну, в общем-то, целиком она не окрасилась, хотя вот симпатичный такой цветочек, мы будем пробовать выращивать ее, что касается полива, я думаю, что очень многие знают, кто выращивает гортензию, ну, ведь нас могут смотреть и люди, которые только хотят это растение завести, растение, это, конечно, вода, хлеб, оно очень любит пить, очень хорошо отзывается на полив, полив обязательно, вот эти большущие кусты мы поливаем два раза в день, ну, естественно, без удобрения, потому что это, знаете, это в период вот ее такой, начало вегетации, тогда, да, когда нет такого, вот, у нее еще активной такой прям нужды в воде, то есть, ты поливаешь там ее, например, ну, два раза в неделю, раз в неделю, а то и реже, тогда, конечно, да, нужно вносить удобрения, а если, как вот сейчас, например, два раза в сутки, конечно, это уже не нужно, да, и вообще, сейчас она уже, сейчас уже ей, ну, вот, я смотрю, что, в общем-то, там, на достаточно хороший запас уже всего произошел, и поэтому я сейчас практически не удобряю. Еще при поливе очень важен состав воды, гортензия совершенно не переносит известковую воду, то есть, воду из-под крана. У всех, конечно, разная вода течет из-под крана, но в городах, в крупных, кроме того, еще и, наверное, вода, наверняка, и с хлоркой чем-то обработана. конечно, для гортензии это плохо, поэтому мы поливаем свою гортензию, даже стараемся поливать дождевой водой по мере того, как она, вот, дождевая вода присутствует, набирается. Если нет, конечно, поливаем, поливаем, да, из-под крана, но не злоупотребляйте. Если у вас гортензия растет в комнате, в доме, то старайтесь поливать кипяченой водой, отстойной водой, потому что причина хлороза, очень многие пишут на форумах растения, гортензия, хлорозит. Причина хлороза это вода, то есть, совершенно не переносит известь. Вот, очень плохо растет, заизвестковывается корни, заизвестковывается грунт, и растение просто перестает развиваться, наступает хлороз, поэтому вода, вода, очень важно. Старайтесь собирать дождевую воду, легкую воду, мягкую воду и поливать. Вот, знаете, у нас тоже были такие были кусты, которые хлорозили. И вот, по моим наблюдениям, да, просто я злоупотребил водой из водопровода из-под крана. А у нас вода очень известковая. У нас артезианские скважины, у нас большой осадок в чайниках, все заизвестковывается. Больше другого, другой причины нет. и я пробовал работать препаратами железа, брызгать, причем разными хилатными, там, обычным железом, железным копоросом, где-то что-то подливать, брызгать по листу, это все бесполезно. Не тратьте деньги, это все бесполезно. это было потраченное такое лето, знаете, когда, ну, некоторые кусты, конечно, порадовали, они цвели, но вот, если растение вот это захлорозило, все, на следующий год все было нормально. То есть, на следующий год полив изменили, все, растение, все, это не значит, что если у вас растение захлорозило, оно погибнет. Нет, просто это надо пережить. Измените полив, изменить воду, поменяйте. Вот. И на следующий год оставьте его в покое, пусть уже оно не цветет, конечно, в этом году не порадует, будет болезненно, но на следующий год все будет нормально, если измените состав воды. А, да, препаратами всевозможными железа, это, я не знаю, для меня это, вот я вам рассказываю свой опыт, для меня это было бесполезное дело и трата денег. Но стоят, предположим, там, может, не такие космические деньги, просто время, потраченное время, все это надо побрызгать, все это обработать, все это подлить, никакой металл под корни закапывать, никакие гвозди, тоже, они никакого эффекта не дают. то есть, там все это будет ржаветь, лежать, но это совсем не то железо, которое растение усваивает, это совсем не тот эффект, поэтому хороший грунт плодородный, комплексное удобрение, дадут, все это в системе, систематическое использование, дадут гораздо больше эффекта. вот то, что касается хлороза и по воде. И что касается зимовки в открытом грунте, если все же, все же вы захотите ее выращивать в открытом грунте, я вам расскажу, вот единственный, на мой взгляд, способ укрытия. Вы пригибаете какие-либо сделаете себе дуги, пригибаете гортензия, что пригибается, пригибаете ее к поверхности земли. Не обсыпайте, не обкладывайте, Боже упаси, никакими преющими материалами, не годится ничего, понимаете, есть там, например, какие-то наполнители, даже, ну, ничего не делать, ни опилки, ни листья, все это источник прения, источник гниения, источник инфекции, ни в коем случае, поэтому вы пригнули ну, там прикасается, не прикасается к земле, лучше, чтобы не прикасалась, вот, и, конечно, лучше, если растение будет расти у вас в открытом грунте, не в яме, потому что, когда вы ее пригнете и укроете на зиму, растение у вас, если оно в яме, если оно в низине, оно окажется в большой луже, в большом количестве воды, что противопоказано для почек, вот, поэтому вы пригибаете дугами, прижимаете к земле, сверху вы накройте ее какой-нибудь, ну, знаете, я пробовал два варианта, я пробовал мешковиной, как бы, ну, вроде бы, как, такая мешковина, знаете, даже не плотная, а реденькая, чтобы она немножко дышала, и я еще пробовал такой, в этом году мне понравилось очень укрывать, я укрывал хурму на улице, заматывал в такую подложку под ламинат, то есть, такая пенка, вот, с фольгой с одной стороны, вы накрываете сверху, делаете такое, как бы, эти дуги покрываете сверху вот этой, вот, например, пенкой, вот, и делаете какие-то крышки по бокам, и все это обязательно, чем бы вы ни укрыли, ну, нужно обязательно во время оттепелей открывать эти боковинки и проветривать, вы понимаете, в чем трудность, и в чем, вот, так сказать, такое, такая, заморачивание, для меня это сложно, потому что могут быть, во время оттепелей, может, прилично лежать сугроб, например, на растении, попробуй туда доберись, а проветривание обязательно нужно, чем бы вы ни укрыли, мешковиной вы укроете, или каким-то другим синтетическим материалом, но нужно открывать и проветривать, потому что внутри может, другая может быть температура, там другая влажность, ручки, почки просто подкисают, подваливаются, и все, вот, вот, такое укрытие, и засыпать ничем не надо, вот, вы можете нижнюю часть, единственное, нижнюю часть, засыпьте землей, но это исключительно только для того, чтобы, в случае, если вдруг у вас верхние, на верхних побегах, которые вы пригибали, подпревают, они не помораживаются, они подпревают, понимаете, подпревают почки во время этих оттепелей, а оттепели бывают часто зимой, хотя бы у вас сохранится хорошо нижняя часть и растение, пусть оно не будет свисти, но оно хотя бы начнет отрастать, оживать, и как-то себя реабилитировать, поэтому, конечно, да, нижнюю часть обязательно землей надо окучивать, ну, после того, конечно, когда вы нагнули, то есть сначала вы пригнули к земле, а потом вы начинаете окучивать, вот эта гортензия, она способна еще более набирать цвет, то есть, вот полное ее цветение, раскрытие наступает, когда вот этот внутренний цветочек, вот смотрите, вот этот внутренний цветочек, да, он распустился, он распустился, вот это считается как бы уже то, что растение своего максимума, достигла, окрасилась, и она способна еще более приобретать насыщенный цвет, то есть некоторые года оно было довольно-таки покраснее было, красного цвета, вот, но для этого просто надо вовремя из погреба, например, вытянуть, вот, вы видите, да, что сроки цветения растений, которые, например, в горшках у вас зимуют, будут зимовать, или в теплице, или в погребе, или в каком-либо другом помещении, они, конечно, отличаются от сроков, которые, например, растения в открытом грунте, там все будет большим запозданием, или, то есть, дело доходит даже до августа, растения, которое вот в поре беззимовало, то есть, вы, получается, его выносите, заносите куда-то, чтобы оно подросло, и вот цветение наступает, получается, на середину мая, середина мая, ну, тут еще хватает, посмотрите, вот, сколько неокрашенных цветоносов, вот они такие зеленые, вот, можно даже регулировать, ну, знаете, как-то регулирование цветения, то есть, чтобы у вас были кусты с разным сроком цветения, оно происходит как-то само собой, то есть, например, в зависимости от зимы, например, в теплице одна температура, а в подвале была другая температура, соответственно, вот, разные горшки, они по-разному, растения, в разных горшках, в разных условиях зимовки, они по-разному развиваются, это даже очень хорошо, даже очень интересно, то есть, одни зацветают позже, а другие зацветают раньше, даже здорово, поэтому, новинки, это, конечно, хорошо, да, мы будем их пробовать, давайте пробовать, но, если у кого-то есть возможность, знаете, когда раньше не было интернета, или он был в таком еще, мы еще, когда все это, когда вот так активно занялись, увлеклись еще, тогда, конечно, не было интернета, и нельзя было вот так вот открыть, и, пожалуйста, тебе, ну, просто, как вам сказать, открываешь объявление, не важно, где, на Лекс, на Пром, на каком-то там других сайтах, везде присутствуют одинаковые, стандартные, зарубежные картинки, фото, и вам ими заморачивают голову, вот, где она сфотографирована, как она росла, кто ее чем кормил, зачастую ведь эти все вот цветущие какие-то такие красивенные растения, они прям такие мини, небольшие, их подкармливают там и гормонами роста, какими-то специализированными удобрениями, которые нам вообще никогда в жизни не добраться и никогда не купить, да и стоят, наверное, они дорого, зачем они нам надо, вот, заморочиваю голову, моим, этими интернетовскими картинками, понимаете, а я помню, когда мы вот покупали, ну, у нас тут другие есть растения, вот у нас был ролик по ирисам, я рассказывал, что и как, где мы приобретали, вот, ну, максимум прочитаешь объявления, вот, и стараешься всегда поехать, поехать к тому человеку, все это было не на больших каких-то расстояниях, поехать к тому человеку, кто это выращивает, у кого благополучный опыт, посмотреть, походить, пообщаться, было какое-то общение, то есть, как-то мы, вот, понимаете, садоводы, такие цветоводы, любители, как-то даже больше общались друг с другом, обменивались опытом, ну, например, мне, до Киева, 300 километров, да, для нас это было вообще-то, нам ничего не стоило, если мы узнали, что там вот есть человек, который то или иное растение выращивает, я его хочу, у него присутствуют разные сорта, мы собрались и поехали, в общем-то, на какой-нибудь там электричке, там, для нас это было вообще не расстояние, ты поедешь, ты видишь прекрасно, что растет, как растет, в каком грунте растет, где оно, и приобрели, уже ты приобретаешь, ты знаешь прекрасно, что тебя не обманывают, теперь, наступили какие-то непонятные времена, ты открываешь, смотришь, ты вообще не понимаешь, кто на том конце провода, тебя, тебе отвечает, кто тебя слушает, кто, люди вообще, вообще зачастую являются перекупщиками, они ни в чем не ориентируются, просто они продают, но, к сожалению, они вам ничего не расскажут, поэтому, конечно, многого о новых сортах, мы не знаем, как они растут, какой силой роста обладают, поэтому, если есть возможность, еще пооставались такие люди, где вот, куда можно, кому можно приехать, и, я вот, например, видел репортаж, человек выращивает радодендроны, как стоит, к сожалению, мы еще радодендроны не выращиваем, как бы отдельная категория такая, вот, такой коллекционер, и, наверное, было бы интересно, да, кто, например, это в Подмосковье, и в Подмосковье, например, однозначно, ну, прекрасно, да, когда можно приехать, человек, человек все расскажет, покажет, и все это увидите, это растет все у нас, в нашей земле, что очень, очень важно, а не в каком-нибудь там голландском питомнике, или еще в каком-нибудь зарубежном, важно, важно, это очень важно, то, что растение адаптировано, то, чтобы растение росло у нас, и старайтесь такие растения покупать, уж, мы вот, например, тоже купили, что мы купили, купили 6 сортов, где они росли, ну, будем, будем, будем их адаптировать, будем попробовать их приучать, они там разные, я потом их представлю, вам покажу, есть там такие, знаете, тивали, тивали, синяя, тивали, пинг, то есть, это растение, которое внутри, например, синенькая, там с обводочкой, беленькая, или наоборот, розовая, с беленькой обводочкой, то есть, конечно, очень декоративно, но я понятия не имею, как она будет расти, посмотрим, поэкспериментируем, ну, вот, поэтому, давайте подведем итог, да, основные, так тезисно, основными, немногословно, я подведу итог, что нужно, ну, во-первых, это выращивайте крупнолистную гортензию в горшках, выращивайте, не экспериментируйте, не тратьте годы, ну, ведь и растение может погибнуть, что самое главное, на выращивании в открытом грунте, мы север Украины, но если вы живете даже в России, ну, я бы был бы очень благодарен, я бы посмотрел бы тоже с удовольствием, например, какой-то бы хороший положительный опыт, если бы кто-то снял, о выращивании крупнолистной гортензии, на улице, вот, и чтобы, пусть, чтобы был вот такой, дай бог каждому, вот такой эффект, такие цветоносые, такие растения, прекрасные, здоровые, то есть, посмотрел бы, укрытие, раскрытие, ну, зима на зиму, не приходится, вы можете, я же говорю, для себя выработать оптимальную, идеальную концепцию укрытия, раскрытия, но погода делает свое, зальет эту гортензию водой, вы ее в скафандре, в каком-нибудь там непонятном, с регуляторами температуры, хранить не сможете, зальет водой, или наоборот, бахнет такой мороз, что растения очень чувствительные, почки очень чувствительные, поэтому выращивайте в горшках, для того, чтобы был успех. Плодородный грунт, не обязательно кислый, я подчеркиваю, вот у нас, хороший, я считаю, положительный опыт, удачный опыт выращивания гортензии, но никакого кислого грунта я не делаю, вот, есть отдельные у меня эксперименты, вот, тут все время у меня мелькает синенькая гортензия, она еще посинеет, это отдельное подкисление, это будет отдельное видео, я покажу и расскажу, чем я подкисляю, чем подливаю, в каком количестве, и в каких пропорциях, и по сортам расскажу, какие сорта посинели, какие не посинели, в общем, будет отдельное видео, посмотрите, если хотите, вот, что касается, так, плодородный грунт, то есть, лиственный, перегной, это мой опыт, что касается работы с навозом, я не работал с навозом, я навозом не удобряю, этого ничего нет, дальше, полив, да, заполняйте горшки, легким субстратом, легким, опускать, опускать все-таки растения, передвигать, один это не сможешь, нужна помощь, поэтому, заполняйте легким грунтом, в крайнем случае, вы видите, вот эта розовая гортензия, тоже хороший положительный опыт, выращивания растения, в сосновых таких, в сосновом опаде, то есть, мы приехали, из-под сосны набрали, всего, что там было, с шишками, с иголками, и вот она растет уже, сколько, три года, как бы уже не четвертый год, благополучно, хорошо, вроде бы ничего, то есть, тоже можно, тоже, то есть, получается, полив, любит воду, и выбирайте сорта, по возможности, выбирайте, наблюдайте, ищите, у кого есть, вот такой, хороший, положительный опыт, и выбирайте сорта, с хорошей силой роста, потому, что, если очень хотите, завести гортензию, и нет возможности, ну, покупайте, несколько сортов, пробуйте, экспериментируйте, смотрите, что лучше растет, то и оставляйте, потому, что можно, конечно, промаяться, много лет, и, конечно, растения все равно, там, мне какие-то нужны, неимоверные усилия, неимоверные какие-то, удобрения, для того, чтобы вырасти, маломальский, какой-то приличный, кустик, это другой сорт гортензии, это тоже гортензия, аришская, то есть, вот это все, понимаете, это все из Прибалтики, вот эти кусты, вот этот, вот этот куст, он такой холодный, розовый, и вот он больше не вырастает, почему-то он все время такой вот маленький, он все время неплохо цветет хорошо, но, видимо, такой, такой, вот такой рост у растения, понимаете, оно невысокое, бывает же и такое, а вот это, вот видите, это вообще огромное, и были года, когда она еще была больше, вот сейчас она в этом году, это, вот это розовое, она, как бы немножко такая поникшая, то есть, видимо, все-таки надо пересадить, а бывали года, когда они вот такие, вот посмотрите, как здесь, вот такие прям, сильные побеги, они такие прям, толстые, сами стоят, то есть, они не падают, ну, конечно, подвязка им нужна, но они такие, хорошие, устойчивые, вот эти, вот эту гортензию, мы даже срезали на букет, вы можете себе представить, конечно же, такой букет производит шок, просто, вот, и вот, посмотрите, даже на такой стадии, она очень декоративная, то есть, кончики окрашиваются, серединки зеленые, растение прекрасное, растение является, один из, одной из моих любимых, поэтому, друзья, на перспективу, мы будем черенковать, будет посадочный материал, будем даже два куста разделять, поэтому пишите, если кто-то хочет, может быть, эти сорта, пишите, я буду отвечать, если есть какие-то вопросы, может, я не ответил на какие-то вопросы, задавайте, тоже пишите, я обязательно отвечу, то есть, будет посадочный материал, на продажу, когда укоренит, если, просто мне, потому как это видео, будет же не один год, я думаю, и, поэтому, просто пишите мне под видео, и я буду отвечать, какое, в каком состоянии сейчас, в наличии или саженцы, и все, что по уходу, я тоже дам, дополнительные, какие-то рекомендации, я всем желаю удачи, я всем желаю, вот, удачи вам в выращивании гортензии, чтобы вы вырастили, вам получалось вырастить, такие прекрасные, волшебные цветы, такие соцветия, так как, ну, ничем она не хуже рос, на мой взгляд, у нас есть и розы, много роз, но ничем она не хуже, уже, вот, сколько лет подряд, это, это вот растение нашей семьи, и оно нас не предает, всегда, вот так, прекрасно, цветет, и радует, друзья, всем до свидания, заходите на наш канал, смотрите видео, у нас отдельный плейлист, по гортензиям, то есть, гортензия будет, там уже есть, по сезонам, то есть, как она у нас в теплице, в разное время года, растет, развивается, дальше мы будем снимать, как мы ее будем срезать, обрезать, подрезать, укрывать, то есть, на нашем канале, по гортензии, отдельный плейлист, заходите, пожалуйста, смотрите, подписывайтесь, всем удачи, до свидания.